Здрасте! Всем, друзья, привет! Уреньки! Продолжаем играть в ферму. Отрадная долина, все дела. Значит, что у нас происходит? У нас идёт дождик, но через 3 минуты он вроде как должен закончиться, поэтому я даже уже запустил уборку. Точнее, комбайны ещё понимают, что идёт дождь, и не убирают. Но как только он закончится, они сразу же возьмутся за работу. Что у нас на ферме? У нас, кстати, можно вывезти отсюда силос и закинуть траву. У нас закончилась вода в производстве удобрений, и у нас закончилось производство семян. Значит, надо поставить грузовички работать. Да, наполняться ты будешь капец как долго, но наполняйся. Он очень долго наполняется. Далее, водичка для удобрений. Сколько ещё? До 500 кубов можно привезти. Ну, вот тогда вот ты 5 раз по 100 кубов давай вези удобрение вода. Ты, друг, 2 раза съезди за бересилос. Как раз 540 кубов завезёшь. А ты, дружище, 1 раз отвези туда траву на ферментатор. Те же самые 540 кубов. Ну, как мы быстро всё разрулили, а? Опаньки, а вот и дождь закончился. По крайней мере, звук дождя. Но анимация всё ещё есть, и комбайны не хотят работать. Также, друзья, мы в прошлой серии с вами запустили вот эту вот штуку. И здесь уже появились бочки с нефтью. Бочки по 318 литров. Можете сюда приехать, их забрать на поддонах. Можете приехать с цистерной. И прямо из бочек загружать цистерну. Можете их перетащить сюда. И наполнить вот в эту вот хреновину. И потом это всё дело перегрузить в танкер. Я этим заниматься, друзья, не буду. Потому что, ну его нафиг. Нет никакого смысла. Мы эту нефть просто для того, чтобы посмотреть, как это работает. Вот, в общем-то, единственная цель была. А основная цель у нас сегодня это запуск вот этого вот завода. Это Хартланд Хлебзавод. И, в общем-то, давайте, наверное, начинать его запускать. Нам, значит, нужна пшеничная мука, вода, дрожжи, сахар, соль, поддоны, электроэнергия. Сразу начнём с электроэнергии. Я так понимаю, это должна быть южная электростанция. Хартланд Хлебзавод. Вот она. Начать. Погнала. Электроэнергия будет туда поступать. А мы возвращаемся к самому хлебзаводу. А также, кроме всего того, что было перечислено, ещё нужна овсяная мука. Мак. Не знаю, соль, сахар я уже называл или нет. Рожжаная мука ещё нужна. Клюква, апельсины, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, просто рис, соевые бобы. Короче, дохренища всего надо. Начнём, друзья, с того, что нам надо. Точнее, не что нам надо, а что мы будем возить в поддонах. А в поддонах мы будем ввести, во-первых, поддоны. Во-вторых, сахар, дрожжи. Ну и, наверное, всё. Возможно, ещё муку будем в поддонах возить, но она здесь рядом. А, клюква, апельсины у нас ещё. Да, клюква и апельсины. Сколько этого всего сюда можно привезти? 44 куба дрожжей, 44 куба сахара, но там поддоны по кубу, по-моему. Поддоны 28 кубов. Понятно. Значит, со всего у нас 5 ингредиентов с поддонов, и мы будем тогда по 8 поддонов. Возьмём на одном грузовике, всё привезём. Я думаю, этого должно хватить. А, клюкваш у нас идёт россыпью. Тогда апельсины. Тогда по 10 поддонов. Апельсины у нас вот здесь. Точнее, наверное, вот у нас апельсины. Да. У нас сады уже забиты. 6 поддонов можно создать. Ха. Выгружаем тогда всё это дело. И давай заполняйся. Нам нужно по 10 поддонов взять. Боже, как здесь фпс-то проседает. Из зерновых, в принципе, у нас все ингредиенты есть. Кроме мака и что там, сорга или прос-проса, да? Но мы как раз это и будем сейчас собирать. Между прочим, дождь должен был закончиться 7 минут назад. Какого хрена? Знаете, друзья, я, наверное, думаю, что имеет смысл мотануть время трохи, чтобы хотя бы комбайны запустить. Давайте на x30 поставим. Да и апельсины здесь, чтобы у нас появились 10 поддонов создаём. Сейчас мы их отсюда заберём. Так, комбайны пошли работать. Время мы, соответственно, останавливаем. Дождь ещё по анимации идёт, но скоро закончится. Апельсинки, друзья, мы забираем. Стоим, 10 поддонов есть. И теперь давайте отправим этого товарища на сахарный завод. Или на лесопилку сначала за поддонами. Давайте на лесопилку за поддонами сначала. Давай, дружище, едь на лесопилку. А мы пока пойдём поразвлекаемся ещё с одной хреновиной. А именно, друзья, надо посмотреть, что у нас по зерну. Что нам надо привезти сюда из зерна. И сколько? На, ещё сахар. А соль ещё надо привезти. Чёрт. Электроэнергия, кстати, уже пошла. Уже есть. Так, мака 100 кубов влазит. Клюквы тоже 100 кубов влазит. Всего зерна по 100 кубов влазит. Понятно. И чем мы будем это всё дело возить? Да, друзья, техники у нас много. Так, один ман освободился. Но возить, видимо, будем всё джесибишкой. Чёрт, а здесь пробка образовалась. Сколько-то заполнился. Но уже скоро. Значит, смотрите, россыпью нам надо привезти туда 9 ингредиентов. Мак, клюква, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, просо, рис и бобы. Если мы отправим работать чисто джесибишку по одному прицепу каждого, это надолго будет. Поэтому я предлагаю, чтобы он сделал 6 поездок по одному прицепу каждого. И 6 ингредиентов. А ещё 6 поездок по 2 маленьких прицепчика. У нас делает ещё есть один маленький тракторочек. У них как раз будет 6 поездок. О, 6 поездок. Мне кажется, это будет правильным решением. Значит, дружище, ты у нас едешь на мой элеватор. А выгружаться ты у нас едешь на хлебозавод. Есть тут у нас хлебозавод, интересно, или нет? Хлебозавод. Есть. Выгрузка компонентов. Грейн анлод. Скорее всего, нам нужно именно грейн анлод. Ну и давай первое ты повезёшь. Это будет клюква. Всего у тебя 6 поездок. Будем тебе периодически просто менять то, что ты возишь. Погнал, друг. А также, друзья, возьмём ещё вот этот маленький тракторок. Он у нас давно уже нигде не ездил. Отправляем по тому же самому маршруту. Первое, что он повезёт, это будет... Пускай это будет рожь. Тоже 6 раз. Погнал. О, вот этот товарищ у нас как раз закончил загрузку. А едь разгружай. Это всё дело на мой элеватор, а потом паркуйся. Ну и, соответственно, вода у нас запустилась. Сначала сюда, потом отправлю на хлебозавод. У нас тем временем, кстати, вот этот наш друг-товарищ доехал на лесопилку. Поэтому давайте выгрузим 10 поддонов. Сейчас кажется, что их нету. И это будет прям фиаско. Так, поддоны у нас вот здесь должны есть. Поддоны, всё хорошо. Поддоны, 10 штук создать. А вот они стоят. Мы их, соответственно, сейчас забираем отсюда. Бздынь, они все падают. И этого товарища мы говорим, что ему надо ехать на сахарный завод. Пускай будет выгрузка свеклы. Пофиг. Оттуда заберём 10 поддонов с сахаром и 10 поддонов с дрожжами. Или дрожжами, хрен его знает. Также, друзья, вот этот ман, я, честно говоря, без понятия. Зерно у нас выгружается там же, где, точнее, соль. Соль, соль, соль. Нам нужна соль. Соль у нас выгружается там же. Соль, кстати, ты не можешь везти, потому что слишком большой. Зато ты как раз. Элеватор, карьер, загрузка. И повезёшь ты с соль. Соль у нас лежит там. И хлебозавод. Выгрузка компонентов или grain unload. Мне почему-то кажется, что это будет выгрузка компонентов. Ну, короче, едь туда. Если он не сможет там загрузиться, разгрузиться, то мы его потом ручками поправим. Если он там разгрузится, значит, он разгрузится и вернётся обратно. Никаких проблем не вижу. И, друзья, нам надо ещё взять вот этого мана чёрного. И с помощью него я поеду разгружать комбайны. Проще это делать сейчас руками, чтобы в два разных кузова насыпались два разных ингредиента. Точнее, в кузов и прицеп. Чем отправлять туда автодрайв? Ну, и просто будем его вот так вот вручную разгружать и отвозить это всё на базу, когда какой-нибудь прицеп забьётся. Так будет явно быстрее. Сейчас они тут с два комбайна быстро это поле уберут. Мака, конечно, намного меньше выходит. Но ничего страшного. Мак мы высыпаем в прицепчик. Уже 55 кубов мака есть. Ещё сколько убирать? Нам, в общем-то, так много и не надо. Всё, стой здесь, отдыхай. Уже, кстати, даже солнечно стало. Как-то, знаете, тучи ушли. Правда, вот что с облаками сейчас происходит, я вообще не понимаю. Они дёргаются, вам не кажется. Гениально. Зона загрузки. Знаете, у меня есть подозрение. Апельсины, кстати. У меня есть подозрение, что поддоны будут появляться здесь, и их придётся вручную выталкивать. Хотя, может, они и тут будут появляться. Хрен его знает. В общем-то, ладно, посмотрим. Об этом мы узнаем уже в следующий раз. Вот это же Сибишка, кстати, приехала. Первая. Чё-то сейчас из зерна выгрузит. Смотрите, наверное, вот здесь вот... А, соль здесь у нас. Так что, может быть, соль и сюда высыпается. Да, скорее всего, сюда. Ну, ладно, уже отправили и отправили. Хотя, точку всегда можно поменять будет. В общем-то, первый трактор у нас разгружается. Второй тоже уже почти готов к этому делу. Они потихоньку будут кататься, будут сюда всё возить. Знаете, я перехвачу, наверное, этого товарища. Быстрее доеду сам. Так, стоять. Что это у нас вот здесь вот такое? Это что-то, да. Тут ещё... Это, наверное, здесь сахар, а там дрожжи. Сейчас мы об этом узнаем. Сахар. Десять поддонов мы создаём. Бздынь. А поддоны по три куба получаются, да? И производство дрожжей. Восемь поддонов только можно создать. А чё так мало? Да, вот они. Восемь штук. Давайте их вот так вот тогда и закинем. Они по два куба. Бздынь. И ещё один бздынь полетел. И выгружаем ещё два тогда. А сахар по три, я же правильно посчитал? Да, по три. Тогда загружаем вот эти вот оставшиеся. Автопогрузка. Чудо просто техники. И поддоны с сахаром тоже у нас прыгают. Чёрт, поддоны в поддонах. Ладно, выглядит не очень красиво, но что поделать. Закрываем кузов, чтобы это сильно не мозолило нам глаза. А что вот здесь вот ноль? Это, наверное, расширенное производство сахара, если сюда ещё мешки привезти. Ты у нас, дружище, дальше поедешь на хлеб-завод на выгрузку компонентов. Просто приезжай туда, останавливайся, мы тебя сами потом выгрузим. Бздынь, погнал. Вперёд из песней. Тем временем вот этот товарищ доехал. И да, здесь у нас разгрузки нету. Поехали выгружать там, где соль. Точнее, там, где всё зерно. Выгрузка пошла. И знаете, давайте на этом товарище мы сейчас попробуем и забрать муку россыпью. Правда, чую, это тогда три раза придётся ездить ручками сюда. Потому что, да, автодрайв точно не проведён. Или проведён. Мельница. Дизель-мельница, зерно-мельница. Нет, забирать оттуда муку такого нет. На наш теории должна россыпь возиться. Вот ржаная мука. Скорее всего, здесь она забирается. Правда, какая мука нам нужна? По-моему, и та, и та, и та. Ржаная здесь. Пшеничная здесь. И вот здесь, наверное, овсяная. Продукция ноль, серьёзно? А, это расширенное производство. Короче, я надеюсь, что те триггера будут работать. Если нет, то, господи, выгрузим всё в поддонах, да заберём. И за раз всё увезём. Тоже мне проблема. Сейчас мы ещё вот этих вот товарищей разгрузим. По-быстрому. Да, мака совсем немного получается. А просто наоборот многовато. По-моему, там урожайность такая же, как и у всяких кофе и вот этих вот высокоурожайных культур. Только я вот не обратил внимания, как долго это всё дело у нас росло. Давай-ка, друг, тогда съездь разгрузись. Возвращаемся к нашему вот этому солёному человеку. Солёному я сказал? Серьёзно? Поехали, в общем-то, попробуем муку загрузить в него. Совсем рядом здесь находится мукомольный наш заводик. Да, засыпается. Прекрасно. Только долго, да? Ну ладно. Туда ж вроде как войдёт 140 кубов муки, правильно? Сколько у нас вообще всего этой самой муки? А, ну всё практически забилось. Причём, скорее всего, забилось оно вот только-только. Потому что овсяная мука ещё не забилась. Я тут, получается, чуть ли не вовремя это всё начал сделать. Водитель на хай прибыл к выгрузке компонентов. Хорошо. Сейчас и его разгрузим. Так, друг, ты пока стой здесь. Нам надо выгрузить вот этого товарища. А тут же сейчас ещё поддоны разных размеров. Поддон в поддоне. Они тут сейчас начнут туда-сюда прыгать. И что-нибудь провалится под землю. Короче, сейчас что-нибудь забагается. Смотрите. Бздынь. А, не, оно всё моментом поисчезало. И только лишь дрожжи высыпаются долго. Давайте нормально, высыпайтесь все. Что за дела? Так, всё попадало. А есть где-нибудь? Во. Пшеничная мука, овсяная мука, ржаная мука, сахар. Где-то же ещё должна быть какая-нибудь инфографика. Куда-то же должны были попадать поддоны, дрожжи. Вот эта вот вся фигня. Апельсинчики. А вот апельсины, поддоны, дрожжи. Отлично. Всё здесь стоит, всё здесь есть. Но ты, друг, тогда возвращаешься на базу. Давай. А тебя мы берём. И получается, выгружаем ржаную муку. Да, погружается она здесь прекрасно. Заодно тракторы приехали уже второй раз. Чё-то привезли. Джусибишка ячмень везёт. А маленький ещё один прицеп с ружью. Боже, как ты долго выгружаешься, а? Боже, Джусибишка уже выгрузилась. А ты ещё, он, понятно. Так, парковка цистерна большая тоже прибыл. Это тот, кто воду возил. Впереди трактор маленький. Уже второй трактор разгрузился, прежде чем этот успел разгрузить свою вот эту вот муку. Сейчас мы тогда ещё отправим воду возить. Только этого товарища на загрузку поставим сначала. Так, второй тогда повезём пшеничную муку. Давай, наполняйся. А мы возвращаемся к нашей оранжевой цистерне. А, и воду ты будешь набирать около магазина тогда. Заливка воды. И возить ты её будешь на хлебзавод. Выгрузка воды. Тоже пять раз. И, собственно, погнал. Тогда катайся. Кстати, дождик закончился. Наконец-таки полностью. Всё, везём эту пшеничную муку тогда. Высыпаем её, соответственно. Ну и загружаем тогда, друзья, овсяную муку. Ну и этого товарища тогда отправляем уже по автодрайву. Он выгрузится и поедет припаркуется. Тем временем, кстати, ещё и водичка приехала. Отлично. Я, друзья, на самом деле думал ещё сегодня пивзавод запустить. Но, увы, он уже почти достроился, но ещё не до конца. Ещё пять процентов. В общем-то, к утру он достроится. Потому что сегодня можно было бы подождать, но уже будет темно. А в темноте я не очень люблю играть. И уж тем более снимать вам видосики в темноте. Поэтому, друзья, сейчас у меня докатаются вот эти вот товарищи, которые сейчас у меня катаются. Доубираются поля. Соответственно, наш вот этот хлебобулочный завод имени Виктора Евгеньевича будет запущен. И к утру уже будет произведена какая-то продукция. В общем-то, посмотрим, что к чему. И встретимся мы тогда уже утречко. И будем развлекаться тогда с пивзаводом. На этом, друзья, у меня тогда всё. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь. Если хотите посмотреть сезон до конца, вот прям сразу, то это сделать можно на бусте. Тем, кто уже подписан на бусте, ребятушки, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Если бы не вы, этой карьеры бы не было. Так что, в принципе, и в комментариях можете... В смысле, все остальные можете сказать им спасибо тоже. Вот так вот. На этом, в общем-то, у меня всё. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон»